В эфире библейский портал Экзегету. Нам задают вопрос, как сделать православие привлекательным для молодежи. Во-первых, молодежь и живосвятых в огромном количестве. Невероятно молод Георгий Победоносец, Великомучий Пантелеимон, Вера, Надежда, Любовь. Пантелеимон, Георгий изображаются без бород. Это свидетельство их юношеского возраста совершенно. Мы знаем, что Тимофей был рукоположен в епископа апостолам Павлом. И он пишет, никто да не приберегают юностью твою, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и чистоте. Только он учит его юношеские похоти, убегая, держись правды, веру, любви, мира со всеми, призывающему Господа от чистого сердца. Мне кажется, что если мы хотим, чтобы церковь была привлекательна для молодежи, она должна быть очень искренней и всегда помнить о словах Христа «Будьте как дети». Что имеет в виду Господь? Он имеет в виду цельность детской натуры и абсолютную искренность. Ребенок не бывает двоедушным, за редким исключением. Вот это Господу нужно и любо. И вы знаете, это очень нужно любому молодому человеку. Если он видит двоедушие во взрослых, он не верит их проповедь. А так Христос настолько притягателен для души любого возраста, он настолько ее пленяет, что каких-то особых технологий по отношению к молодым не нужно. Нужно просто его по-настоящему являть. Вот в том числе исполняя заповедь о том, что «Будьте как дети». И мы знаем, что, например, святой праведный Алексей Мечев, есть его знаменитая фотография с учениками, простите, воскресной школы, храма Стива Николая в Клейниках. В очень тяжелое время, в революционное время, пока еще не было запрещенной воскресной школы. И вы знаете, на этой фотографии он же очень маленького роста. Он чуть-чуть всего повыше них. Может быть, на одну голову, даже поменьше. И лицо у него, и улыбка, и взгляд, как у ребенка. Поэтому столько людей сохранили веру из Мечевской общины. И когда в 1991 году прортре Александр Куликов эту общину открывал, этот храм, несколько человек, помнящих отца Алексея, пришли туда. И я имел счастье служить там диаконам, я помню этих людей. Они были наставлены с такой любовью, лаской, вниманием и уважением старцам Алексеем, что они сохранили веру на всю жизнь. А из каких-то практических советов, мне кажется, что юный человек ищет дружбы. Мне кажется, что сама парадигма воскресной школы должна быть пересмотрена с места, где ребенку или подростку передают знания, на место, где передают знания, а еще на площадку, где завязывается дружба. Там должны быть обязательно интересные детям мероприятия. Вот мы там ходим в байдарочные походы с детьми, ну, кроме этого года. Устраиваем лагеря. У нас замечательно совершенно были организованы ролевые игры, к которым дети готовились целый год. Вот у них было там урок или два урока по закону Божьему, а потом они выходили во двор приходской, и там учились фехтованию с учителем по историческому фехтованию. Мальчики из кольчуги привели себе, простите, мальчики из проволоки привели себе кольчуги. Девочки делали себе древние наряды, викингов или русичей древних. И те дети, которые нашли подростками, юношами, девушками в храме, вот такое объединяющее их интересное начало, интересное занятие, которое осуществлялось уже после богослужения. Большинство из них осталось в храме, потому что они, во-первых, в тех безбожных институтах или училищах, или коллективах работы, куда они попали, они все равно опирались на своих верующих друзей. И они имели свою, понятную для них общину с своими друзьями, то самое общение, о котором говорит Лука в деяниях. Потому что первые христиане пребывали в молитве, в преломлении хлеба общения и учения апостольского. Они за счет этого удержались в церкви. Просто надо что-то делать такое. А еще вот есть у нас такое ноу-хау приходское. Могу поделиться. Это клуб ветеранов воскресной школы. Родился он после слов моего второго сына, который сказал, пап, мы уже все по пять раз слышали, ну дай нам просто посидеть. Я выделил им комнату, ключи дал от нее тем нескольким уже выпустившимся ученикам воскресной школы, в которых я уверен, что они не допустят ничего лишнего. И минимальный контроль. Они могут там попить песни, попить чая, посмотреть фильм, что-то обсудить. Просто посидеть, поговорить за жизнь. Это такой клуб ветеранов воскресной школы. Очень советую. А еще очень важно, чтобы ребенок с младенчества был в храме принят. Вот это же огромная проблема. У нас храм после советского времени заточен под одного отдельно пришедшего взрослого, чаще всего пожилого человека, женского пола. Что такое доехать до храма с семьей из трех, четырех, пяти человек? Я могу вам рассказать, у меня восемь человек детей. Что это такое с пересадкой, автобус или что-то еще? Коляску поставить негде, переодеть ребенка негде. В любом ошане есть комната матери и ребенка. Сейчас строятся новые храмы, и почти ни в одном из них такой комнаты нет. А где, простите, переодеть ребенка, если он справил нужду? А где матери покормить ребенка? А если мать не покормит ребенка, он будет орать и всем будет мешать молиться. А маме для того, чтобы покормить ребенка, нужно выпить теплый чай. То есть должно быть место. Мы должны заботиться о детях. А ребенок потом приходит в храм и начинает все шикать. А он не может стоять полтора часа. Нужно место, куда он может отойти порисовать. Или нужна возможность привести его не к началу службы, а, допустим, за 20 минут до причастия. Но тогда священник должен выйти и поисповедовать и его маму, и его папу, и старшего брата. А не говорить, вы не пришли к началу службы, поэтому вы не будете исповедоваться и причащаться. Потому что мама не может приехать отдельно от малыша или беременной женщины. Когда у нас поменяется отношение к матери, к семье, к ребенку, когда все будут приветствовать детей и малышей в храме, когда они будут чувствовать там благожелательную обстановку любви, а не страшных вот этих вот каких-то людей, которые на них шикают, грозят им пальцами или толкают в полной уверенности в своей правоте, тогда такой ребенок будет идти в храм, потому что это же рай на земле, храм. Знаете, мы сейчас сделали комнату матери ребенка в храме, в подвале. У нас там долго была книжная лавка, ну, книги сейчас уже кончились, вот как известно, почти. Вот, и мы там поставили, провели туда трансляцию богослужения, поставили там подсвечники, повесили иконы, поставили дежурных, поставили столы с бумагой, ручками, какие-то игрушки, сделали небольшой манеж с мягким полом, куда можно поставить малыша, там в мягких игрушках они там купаются у нас. А мама стоит и молится, и дети никому не мешают, и она за ними смотрит. А потом к причастию она поднимается. Сегодня папа в это воскресенье молится наверху, мама с малышами внизу, а в следующем воскресенье наоборот. Надо немножко пойти навстречу родителям с детьми. А у нас ведь совершенно, как это было в советское время, так приход и сейчас организован. Никто не хочет делать этот шаг навстречу. Почему мы тогда ждем, что у нас будет много молодежи в храме? Это не какая-то акция, которую мы проведем в университете, и они к нам придут толпой. Кто-то придет. Но это прежде всего те дети, которые вырастают в храме. Они должны туда стремиться. Там должно быть им хорошо. Понимаете? А второе, это то, что, допустим, у нас в Москве есть много священников, которые ходят и проповедуют в высших учебных заведениях, где, между прочим, очень сильно поменялась обстановка. И быть церковным – это теперь моветон. А быть антицерковным, антиклирикально настроенным – это нормально. Вот теперь это так. Вот я об этом могу свидетельствовать. И вот эти батюшки читают какие-то специфические курсы. По биоэтике, по литературе, по живописи где-то. И благодаря руководству этих учебных заведений на них приходят студенты. И вот эти батюшки, я с ними разговаривал, они говорят, что после каждой лекции один, два, иногда три человека подходят и говорят, батюшка, а куда прийти, где поговорить? А некуда прийти в Москве, понимаете? Они пока не готовы к исповеди, к причастию. Им нужна прицерковная площадка. Им нужен дом студента, понимаете? Где они и такие же заинтересовавшиеся могут прийти и их там встретиться вниманием. А не к общей исповеди они подойдут. И поговорят, и предложат. Такой курс лекций о вере. Такой курс вероучительных лекций. Такие-то лекции о литературе, если это филолог. Такие-то лекции, которые будет читать физик, кандидат наук. Допустим, как наш диакон, например. Если это студенты физтеха, например, они больше никого слушать не хотят. Вот надо этим заниматься. А мы удивляемся, почему нас мало в храме молодежи. Да ее надо принимать, ее надо любить, понимаете? Молодежь это чувствует. Нужна она кому-то для отчета или она нужна кому-то для сердца? В этом проблема основная. Субтитры создавал DimaTorzok